Если тебе нужен еще круче мотоцикл, то купи денег и стань богаче Это уже 250-ка BRZ X5 Lite Едешь ты, стоишь ты или нет Ну и какой же обзор бюджетной техники обойдется без атаки? Натяжники тоже алюминиевые Стоят они все одинаково от 183 тысяч рублей Но он немножко отличается от предыдущих трех мотоциклов Не сбоку, как у многих мотоциклов, а внутри седла Сейчас все подвержено единому стилю На самом деле этих мотоциклов куда больше Алло Да, здорово, здорово А, ну, помогу, конечно Да-да-да, я сейчас как раз в Питленде Без проблем, ну пойдем посмотрим Так, нужен мотик А сколько денег? Сколько? Не, братан, извини, не Здорово, ребят Помните, вы просили в комментариях сделать обзор на мотоциклы до 200 тысяч рублей? Прочитали? Делаем Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Магическая циферка 200 тысяч рублей Это, наверное, как раз те деньги Которые не жалко за мотоцикл Которые, скорее всего, вы разобьете в лесу Утопите в болоте и все остальное И на данный момент Производители могут предложить большое количество мотоциклов Мотоциклы из этого сегмента могут закрыть все потребности каждого человека То есть, они имеют самый широкий типа вид Прикольное слово, с этим же вид Тип мотоцикла Вес, размер, колеса Все, все какие только возможные варианты умещаются именно в этот сегмент То есть, сегодня мы рассмотрим мотоциклы от одной сотни до двух сотен тысяч рублей Вот ты смотришь видео, да? И такой думаешь Да, я могу много Могу преодолевать броды Заезжать на все горки Гоняться со всеми на равных Но! Есть одно но У меня маленький рост Мало опыта И совсем немного денег Набралось целых три но Но для тебя тоже есть мотоцикл То есть, тебе нужно брать всего лишь 140 тысяч рублей Иметь рост от 160 до 180 сантиметров И не обладать сильным И не обладать большим опытом Потому что на BSE Z1 При таком росте При таком скиле Ты можешь себе позволить участвовать в таких прохватах Где ездят серьезные дядьки на серьезных мотоциклах Да, он маленький Размерами он всего лишь 16-19 по колесам Высотой по седлу 82 сантиметра И весит он немного То есть, он весит 86 килограмм Имеет объем 150 кубических сантиметров И мощность 14 лошадиных сил При этом, это уже стоячий эндурный мотор То есть, у него 5 передач Электростартер Воздушное охлаждение Два клапана на цилиндр Вот тут раскрывается потенциал этого мотора Хоть он и маленький, и слабенький В отличие от моторов Горизонтальным расположением цилиндра То есть, так называемых, питбайковых Этот мотор обладает большим запасом крутящего момента Что на пользу эндуристам То есть, если ты на малых оборотах Либо забываешь переключаться вовремя То ты можешь просто на газах Спокойно проехать препятствия При этом, ростом, как я говорил Ты должен быть всего лишь от 160 сантиметров То есть, у меня 185 Я спокойненько сижу Ноги согнуты Обе ноги на земле И я им легко управляюсь При этом, у него есть подножки для пассажира Что немаловажно для тинейджеров Которые катаются на пляж, например, вдвоем Вот И из новинок То есть, что появилось на этом мотоцикле нового? Появилась зарядка USB То есть, ты можешь поставить свой телефон на зарядку Или поставить какой-то навигатор В прохвате это важно Потому что наверняка Посмотри, кстати, в прошлое наше видео Там на прохвате Антон с Лехой потерялись Им пришлось останавливаться, созваниваться и искать А так, во время прохвата Ты можешь просто поставить точку и следовать за ней Глядя на телефон перед лицом Это удобно? Удобно Но и при этом он никогда у тебя не сядет Круто И, кстати, да Держателя здесь нет Но ты его можешь купить отдельно И они у нас есть в наличии Пойдем покажу Вот такой вот держатель Ты можешь установить на руль Он с влагозащитой И стоит он 6500 рублей Еще есть у нас целый ряд их Ты можешь их выбрать Любой, который тебе подходит С влагозащитой, с рамкой Просто зажимается легкий Крест-креплением На руле На все удобные, труднодоступные места Если что, звони вот по этим номерам И вот они прямо на руле То есть такой, 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 такой Пожалуйста На любой вкус Вот это мне очень нравится Ооо Нормально Звони, заказывай Коротко о его основных технических характеристиках Про мотор я уже говорил 150 кубических сантиметров 14 сил, 5 передач, электростартер Все как обычно При этом этот мотор Он называется Zonction 161 FMG Плюс ко всему есть Кикстартер Кикстартер по традиции Заводится с откидыванием подножки Удобная лапка тормоза 16-19 колеса Однопрошневой суппорт сзади тормозной И двухпрошневой суппорт спереди 428-я цепь Кстати, большое количество Есть звезд для этого В стоке стоит 48 зубов И 13 спереди На 20-й вал Вот Можно менять Есть от 41 до 50 зубов Ведомые звезды Ведущих вообще Тоже море То есть от 13 до 17 зубов Так что вариаций на Передачные отношения Здесь может быть очень много В отличие, например, от тех же самых питбайков Там всего 4 ведущих звезды И 3 ведомых Или 4 тоже 4 Моноамортизатор Без всякой прогрессии Все просто, все надежно Лапку передач По традиции стальная Я обычно рекомендую ее менять на алюминиевую складную Вот Кран Топливной системы убран внутрь рамы Я об этом уже давно говорил Карбюратор Ниби 26-й Фильтр Все шикарно Вилка 840-я С ходом на 27 мм С диаметром пера 43 мм Сальники тоже практически всегда есть Хотя раньше, когда-то это было проблемой Гидролиния армированная 220-мм тормозной диск Двухпоршневая скоба Стальной Обод Резина Янгсинг Все классика Все хорошо Фара со светодиодной яркой лампой Ну светит она действительно круто И кстати По органам управления Здесь тоже сама простота Кнопка заводки Кнопка глушения Сцепление Тормоз Газ Все При этом сцепление Для такого маленького мотора Туговато Но, я так понимаю Можно сделать его легче Просто смазав трос А в некоторых случаях Можно поставить гидравлическое сцепление Кстати, здесь еще на сцепление Установлен Специальный датчик Который не позволит завести С электростартера мотоцикл Пока сцепление не выжато Это нужно специально для новичков Потому что некоторые пытаются Завестись его на скорости Не выжимая сцепление Более опытные ребята Знают, что сцепление Выжимать нужно практически всегда Едешь ты, стоишь ты или нет Пальцы должны быть всегда На сцепление И ты должен всегда быть готов Выжать сцепление Потому что это очень важная вещь Во внедорожной езде БСЕЗ-1 уже давно на рынке Много людей его знает Много людей оценили его качество Для тех, кто смотрит это видео впервые Или вообще хочет открыть для себя мир эндуро Расскажу, для кого этот мотоцикл То есть для ребят, у которых невысокий рост Которым нужно иметь мотоцикл с малым весом Как правило, это еще и девчонки Очень много девчонок катаются на этих мотоциклах Вот, это первая ступень В развитии внедорожной езды В развитии скилла Если ты делаешь первый шаг Это твой спутник на ближайший год-два Ну и в продолжение темы Мотоцикл того же самого сегмента То есть недорогой для начинающих Но ростом чуть повыше И масса чуть повыше Это уже 250-ка BRZ X5 Lite Стоит он 153 тысячи рублей Чем он отличается от БСЕЗ-1? Во-первых, колеса 2118 полноразмерные колеса И двигателя Двигатель 250 кубических сантиметров Если быть точным 223-166 FMI Карбюратор Nibi Тоже стоячий мотор Пятиступенчатая коробка передач Электрический стартер и кикстартер 16,5 лошадиных сил Этого уже достаточно Чтобы ездить по не хардовым трассам По жуткому бездорожью При своей мощности он сохраняет легкость Этот мотоцикл весит 107 килограмм Вот Для ребят Как я говорил Ростом повыше То есть при моем росте Я также обеими ногами Стою на земле Полностью его контролирую Посадка достаточно удобная Вот И подвеска Более длинноходная То есть сзади здесь присутствует Тоже прогрессивная характеристика Вилка также 840-я Но уже с более толстыми перьями Вот Соответственно Здесь и ход колеса больше Регулировок, естественно, на вилке нету Потому что это не спортсмен Вот Колеса Как я говорил Передняя 28-я Уже алюминиевая На литой ступице С 240-м тормозным диском И двухпоршневым суппортом Также уже присутствует буксатор Резина, естественно, YangSing Армированный тормозной шланг Достаточно мягкое крыло Ну, мы уже его знаем Это давнешняя пластика Типа КТМ 2017 года Хорошо гнется Обратите внимание на фару Здесь 5 светодиодных линз Сейчас я его включу Посмотрим Светит очень ярко И многие ее хвалят Потому что вот этот свет Реально в темноте Помогает И потому что на многих эндуро Раньше, по крайней мере Была фара Эта так, рудиментом То есть она ехала Она светила Мягко скажем Не очень Заднее колесо Также алюминиевое Также с буксатором На широкой Хорошей резине 110-118 220-й тормозной диск С двухпоршневым суппортом Вот И уже 520-я звезда На 47 зубов Это уже большой запас прочности Стальной маятник Прогрессивная характеристика 480-й амортизатор То есть тоже здесь Ничего удивительного Для этого сегмента мотоциклов нету Но при этом Это все работает И достаточно качественно Алюминиевая Вот как я говорил В отличие от BSE Z1 Лапка переключения передач При падении она складывается То же самое с подножками Они складываются Бак на 6,5 литров Краник удобно расположен Все шикарно Кстати здесь для удобства Подсос вынесен на руль Это позволяет вам не нагибаться И не лазить руками туда Особенно в грязи Это очень полезно Потому что грязными руками Лазить в районе карбюратора Не такое себе Вот Поэтому при заводке Когда он уже остыл Можно просто поджать на руле Подсос И Прогреть мотоцикл Минусом этой системы Является того Что тебе приходится Быть на мотоцикле То есть Где обычная система С подъемом Флажка Там Ты включил его на подсос И пошел Скажем Переодеваться Или разминаться Здесь же ты от мотоцикла Отойти не сможешь Тебе нужно нажимать ее Но опять таки Нажимать это нужно Пару минут Не больше Мотоцикл При правильно настроенном Карбюраторе Даже холодный Пусковой обогатитель Нужен только на пуске То есть ты запустил Минуту-две Прогрел Отпустил Он стоит Работает Ты пошел Разминаться Все отлично Плюсом могу сказать еще Очень легкий вес И короткую базу То есть он Управляется шикарно Особенно в лесу По тропинкам Где резкие повороты И очень мало места Большой мотоцикл К сожалению В таких местах Уступает Маленький мотоцикл И BRZ X5 Lite При своем весе При своих габаритах Чувствует себя в лесу Как в своей тарелке Да Техника техникой То есть Характеристик могу описывать Тя сколько угодно Но посмотрите на него Какая графика Какой он красивый То есть Выделяться среди толпы Это тоже важно И если ты Катаешься на этом мотоцикле Ты сто процентов Останешься замеченным Ну и для кого Этот мотоцикл Конечно же Так же для начинающих А так же Этот мотоцикл Могут купить себя Ребята Которые не спешат Уже на гонки И Ничего особенного Какого-то адреналина Они испытать не хотят А планируют спокойно Уверенно кататься По бездорожью По лесам Те же самые дачники Либо туристы Которые хотят съездить Ну Возле дачи В лесочек Например Посмотреть Покушать ягоды Ну и какой же Обзор бюджетной техники Обойдется без атаки Атаки Это самый недорогой Мотоцикл С ПТС О чем говорят Здесь зеркало О Прикольно Вот В нем есть все Что соответствует Мотоциклу с ПТС То есть Это Фары Горят Дальний Ближний Есть поворотники Причем Можно подумать Что Погрузчик едет Есть звуковой сигнал Зеркала Багажник Но Нет панели приборов То есть Вместо него стоит Щетчик моточасов Кстати Да Тут еще одна важная фишечка То есть Ты приехал Вынул ключ И Заблокировал Рулевую колонку Вот так Все И стоит это чудо 159 990 рублей Мотоцикл с ПТС Пройдемся по технике Конечно же Он стоит на 172 моторе Это Классический 172 FMM 3A С 30 Карбюратором Ниби О чем говорят Сам карбюратор И наклейки на маятнике Точно так же Краник Проходной Одноплоскостной Стальная лапка Переключения передач Емкие Емкий бак На 6,5 литров В городе Этого достаточно Дальше Задняя подвеска С прогрессией Прогрессия Здесь Компактная 520 Цепь приводная Обыкновенная Звезды На 41 и 13 Зубов Передачное Отношение Получается Стандартным Для городского Движения Заднее колесо Алюминиевое На 18 Дюймов С прикольным Буксатором Вот он спрятан Тоже Алюминиевый Натяжники Тоже Алюминиевые И втулки Колес Тоже Алюминиевые Очень И все В одном цвете Все это Прикольно Выглядит Резина 100 на 90 На 18 Такая худенькая Компания Апбит Зацеп У нее достаточно Хороший Но Она не сильно Долговечная То есть Если преимущественно Кататься по городу Например Или в смешанном режиме То эта резина Приедет быстро Особенно заднее колесо Сзади Стоп-сигнал И габаритные огни Также поворотники И крепление Для номера Все кстати Очень хорошо видно И поворотники Не сильно выступают За габариты То есть Они имеют Прозрачное стекло И много Много светодиодов Их точно Хорошо видно И как я говорил Они не сильно Выступают За габариты И имеют гибкие ножки Поэтому повредить Их Отломить Очень сложно Площадка Под номер Пластиковая Ее При сильном Бездорожье Можно повредить Банка глушителя Алюминиевая Крепится на двух Хомутах Хомуты такие Хромированные Прикольненькие Также имеется Защита Задней тормозной Кикстартер Кикстартер Также с откидыванием Лапки Вот Спереди Спереди Вилка 860 вилка Без регулировок С ходом 240 мм Для городского Эндуро Это самое то Переднее колесо Алюминиевое 21 Тоже так же В синем цвете Анодировано Также И буксатор И крышка Ниппеля В синем цвете Алюминиевые Втулки Тоже анодированные Диск на 240 мм С двухпоршневым суппортом Классический мотоцикл Этого сегмента Но учитывая то Что он ПТСный При такой цене Это Очень хорошая заявка И я думаю Что на нем Кататься будет Прикольно в городе Так как он Легкий и юркий По посадке Он действительно Очень легкий И уже Высокий То есть Вот я Со своим ростом Если Ну вот Стою На слегка Вытянутых ногах При этом Райдером С ростом Меньше 170 см На нем Уже будет Некомфортно Особенно в пробках Когда нужно Часто переваливаться И ездить Между машин Или в узких Пространствах То есть тут Нужно чтобы Обе ноги Доставало до земли Конечно его Можно сделать Чуть пониже Но В заводской Комплектации Он достаточно высокий Поэтому ребят Если у вас Меньше 175 см Лучше этот мотоцикл Не брать Посадка очень удобная Руль близко И высоко В зеркалах Все видно Сейчас я Поднастрою Под себя Да В зеркало Я вижу Кое-кого Вот В зеркала Все видно То есть Обычно На таких мотоциклах Зеркала тоже присутствуют Так ради того Чтобы были И они показывают Ваши плечи Здесь же все в порядке Я вижу все Что творится сзади Насчет управляемости Этот мотоцикл Классический эндурик На 172 моторе Именно легкого сегмента Да он не спортсмен Да подвеска у него Не будет проглатывать Серьезные бревна Но при этом Можно будет поехать Как на бездорожье Так и в городе При этом Еще для него Существуют Колеса Специальные Мотардовые То есть Городские слики Которые можно обуть сюда И кататься по городу Вообще Без каких-либо Неудобств Потому что На шашке кататься По асфальту Не очень приятно И для кого Этот мотоцикл Этот мотоцикл Для реально Тех Кто хочет Прямо вот Конкретно Капитально сэкономить На мотоцикле И получить Мотоцикл На все случаи жизни В одном лице То есть Городской мотоцикл Эндуро мотоцикл И при этом Еще можно Как-то пожестить На скажем Серьезных трассах Но Как я говорил Обратная сторона Универсальности Он может везде Но круто Смочь он везде Не сможет Поэтому тут Думать вам Если вы Реально хотите кататься И там и там То есть Скажем Каждый день на работу И выходные Поехать По дубасе Где нибудь В лесу То шикарный вариант Если вы планируете После работы Ехать на гонку То тогда Ребята На это Не стоит рассчитывать На этих колесах Не самое удовольствие Кататься по асфальту Так как они гудят Вибрируют И еще Увеличивают Тормозной путь Или же Например При разгоне Заднее колесо Буксует Поэтому Шашка для города Тоже не самая Лучшая вещь Поэтому Если вы хотите Кататься И по городу И там То купите Два разных комплекта Колес Вместе с этим мотоциклом В сумме Это выйдет Не так сильно дорого В любом случае Вы сэкономите деньги Ну а теперь Для вас Самая сложная Головоломка В одном и том же Сегменте По сути Три одинаковых Мотоцикла Но в целом Они все разные Итак Вашему вниманию Зум Хоппер Хаски Ф5 И GMC FR250 Стоят они Все одинаково От 183 тысяч рублей До 187 тысяч рублей То есть Разница В 5-6 тысяч рублей Между ними Вот Назначение То же самое То есть Это 250 На 172 моторе Для лайтовых покатушек Отличие Честно В мелочах И давайте Попробуем найти их Это даже Легче сделать Когда они Стоят все Трое Рядом Теперь посмотрим Основное Отличие Это Рамы И колеса Например У Зум Хоппер Полудуплексная Рама То есть Внизу Идут две Трубы И выхлопная Идет Внутри Этих Труб У Хаски F5 Рама Одинарная То есть Впереди Идет Одна Труба Квадратного Сечения У GMC FR250 Тоже Полудуплексная Рама То есть Идет Две Трубы Двигатель Крепится Между ними Полудуплексная Рама Жестче На кручениях Но она Немножко Тяжелее Немножко Особняком Стоит GMC FR250 Потому что Он стоит На колесах От 19-16 То есть Этот мотоцикл Чуть ниже Чем его Конкуренты Технически Они плюс-минус Одинаковые Вилка 840 Без регулировок На 40 В первом Диаметре Коля Колесо Алюминиевое 19-го Диаметра У GMC FR250 У других 21-ое колесо Тоже алюминиевое Тоже с буксатором 240-мм диск Двухпоршневой Суппорт Все классически У всех трех Это все одинаково Переходим к двигателям Да, забыл У Хаски У Хаски нету буксатора Извините Фары Тоже Классические Светодиодные лампы У GMC И у Хаски У Зума Линзованная С пятью Диодами Кстати Давайте посмотрим Как они горят Раз Два Три Гирлянда Все три фары Светят одинаково И одинаково Хорошо У Зума Есть модель Хоппер S Она отличается От простого Хоппера Только наличием Регулировок В данном случае Вот она Подвеска 840-ая Передняя вилка С регулировкой Сжатия и отбоя Причем Сжатия на одном Пере Отбой на другом Пере По органам управления Тоже все одинаково То есть на руле Только кнопка Стартера И кнопка Глушения Ручка газа Рычаг тормоза Рычаг сцепления И рычажок подсоса О нем я говорил ранее Вот У всех трех моделей Все абсолютно одинаково В этом плане Отличия только Что тормозные машинки Разные Вот И соответственно Острота торможения Тоже немножко отличается Но это не сильно Приборных панелей У этих мотоциклов нету На моделях Зум Есть счетчик моточасов Вот В остальном Все плюс-минус одинаково Передние крылья Тоже отличаются Друг от друга Причем они Тоже разные Здесь КТМ 2017 года Здесь КТМ 2014 года А здесь А здесь тоже КТМ 2017 года Так Дальше Двигатели Двигатели у всех 172 С карбюраторами Ниби ПЕ30 То есть Тоже классически Все как Принято На этих мотоциклах Задние маятники У них У всех стальные С прогрессивной Характеристикой У GMC Подвеска Задний амортизатор ККЕ 480 У остальных Тоже ККЕ С регулировками Сжатия И отбоя По задней части У всех Тоже практически Все одинаково За исключением GMC ФР и Хупер Маленького Колесо Здесь 16 Размера Одно Поршневой Тормозной Суппорт Диск 220 220 Диски У всех Единственное Исключение У Хаски Ф5 Двухпоршневой Задний Суппорт В остальном Все одинаково Алюминиевые Колеса Спецованные С буксаторами Опять таки У Хаски Нет буксатора У Зума Есть буксатор У Хаски Нет буксатора У GMC Есть буксатор 520 цепи Все классически Тоже Отличия Также Переключение Передач У GMC Алюминиевая Откидная У Хаски Стальная Не откидная У Зума Тоже Алюминиевая Откидная У всех Трех Мотоциклов 28 Рули Переменного Сечения Алюминиевые Толстостенные Тоже Хорошо У Зума Еще присутствуют Откидные Ручки Сцепления Тормоза У остальных Они не откидные Эти все Три мотоцикла Это самые Заряженные Мотоциклы По соотношению Масса Мощность Так как Они обладают Небольшим весом И 172 мотором Одним из самых Мощных Воздушек В линейке Моторов Зонгшен То эти Мотоциклы Разгоняются Быстрее всего При этом Они управляются Так же легко Как например Тот же самый БРЗ БРЗ То есть Они легкие Компактные И Имеют Мало веса По росту И по высоте Посадки Тоже точно Так же Как и БРЗ Икс 5 Лайт То есть При росте 175 см И выше Райдер будет Чувствовать на них Достаточно себя уверенно Подвеска Плюс-минус Одинаковая Отличается Тоже только Настройками То есть На любом Мотоцикле Можно настроить Подвеску так Чтобы Она соответствовала Стилю вашей езды При росте 185 см Я уверенно Стою на ногах Достаточно Хорошо Себя чувствую Для кого Эти мотоциклы Это мотоциклы Для тех Опять-таки Кто сомневается В своих возможностях Но при этом Хочет хорошо зажигать Кстати Если ты помнишь В прошлом году На GMC FR 250 Я участвовал Даже в мотокроссе Причем Это был Чемпионат Питбайк России Еще один мотоцикл Из того же Сегмента Но он Немножко Отличается От предыдущих Трех мотоциклов Это BSE Z3 Z3 Более спокойный Мотоцикл Но при этом Оснащенный Интересными фишками Поэтому я О нем Расскажу Отдельно Во-первых Сразу бросается В глаза Что он С завода Идет с защитой Ручек руля У него Есть Панель приборов Также Плюс ко всему Фара Со светодиодной Лампой Классический Как у всех Мотоциклов Подвеска С регулировками Вилка Передняя С регулировками Сжатия Задний амортизатор На прогрессе С регулировками Сжатия Отбоя Вот Алюминиевый Маятник Что редкость На мотоциклах Этого сегмента Этот маятник Длиннее Чем Некоторые другие Поэтому Характеристики Работы задней подвески Наверняка Тоже отличаются Однопрошневой Задний суппорт Тут уже ничего удивительного Колеса тоже Плюс-минус Одинаковые Алюминиевые Налитой ступица С буксатором Резина 100 на 118 520 цепь Все по классике А в отличие В том что Еще у него есть Багажник Что намекает На некоторую Туристичность Этого мотоцикла Вот И Воздушный фильтр Спрятан не сбоку Как у многих мотоциклов А внутри седла Он больше защищен Но его труднее Обслуживать По традиции Уже как у всех моделей БСЕ У него есть USB розетка Которая еще Имеет подсветочку То есть она горит Вот Панель приборов Дополнена Счетчиком моточасов Он расположен На раме С правой стороны Также Алюминиевый 28 руль По приборам Все просто То есть так же Ручка тормоза Ручка сцепления Ручка газа Кнопка заводки И кнопка глушения Чисто внешне Он мало отличается От классических Компактных эндуро На 172 моторе Да Забыл сказать Мотор 172 На таком же 30-м НИБе На первый взгляд Различий практически не видно То есть различий только в мелочах В регулировке вилки В алюминиевом маятнике До оснащенном Защитой ручек руля И багажником И стоит он 173 тысячи рублей Для кого этот мотоцикл? Хоть у него есть И регулировки подвески Но он не спортсмен И больше Эти регулировки Наверное настроены Для комфортной езды Наличие багажника И панели приборов Все-таки говорит Об утилитарности Этого мотоцикла Поэтому скорее всего На этих мотоциклах Не участвуют в гонках И в серьезных прохватах На этих мотоциклах катаются Для собственного удовольствия Для получения кайфа По посадке Этот мотоцикл располагает Тоже для Неспешной Спокойной езды Посадка чуть ниже Чем на предыдущих мотоциклах То есть я со своим ростом 184 сантиметра Спокойно стою на ногах И даже немножко Сжатые колени Немножко согнутые колени При этом посадка Более расслабленная Седло шире Чем на всех этих мотоциклах Поэтому на нем Удобнее проводить Долгое время в поездке Ну если это можно так сказать По проходимости этот мотоцикл Не уступает всем остальным Также на 21-18 колесах На зубастой резине Он может проехать везде Где только захочет Ну теперь дошла очередь И до полноценных мотоциклов В этом обзоре Да-да Полноценные эндуро мотоциклы Можно купить дешевле Чем за 200 тысяч рублей И первый Это X-MotoRacer 250 Pro Об этом мотоцикле Я знаю много чего Я испытывал его Несколько гонок В прошлом сезоне И он мне Сказать по-честному Очень понравился Потому что эта ходовая На самом деле Вот и является Классическая эндуро ходовой То есть не та высокая Которую мы уже приняли Что современная Хард эндурная А для классического эндуро Не нужны длинные Хода подвески Не нужна высокая посадка Нужно доставать до земли И проехать везде где нужно Да, харды Прыгают и проезжают Более высокие И серьезные препятствия Классический полноразмерный Эндуро мотоцикл На колесах 2118 Со стандартными вилками Со всеми регулировками Подвеска на нем Как и е Как зад Так и перед Полностью регулируется То есть сжатие и отбой А сзади еще преднатяг пружины 45-е перо С ходом 270 мм То есть Все, что соответствует Настоящему эндуро мотоциклу Мощные траверсы литые По два болта Как сверху Так и снизу Колесо 21-е алюминиевая С буксатором С 220-м 240-м Тормозным диском Двухпоршневой Скобой С армированным Тормозным шлангом Также тут присутствует Еще датчик спидометра Да-да На этом мотоцикле Есть панель приборов И соответственно Спидометр Адометр Тахометр И датчик включенной передачи Также на руле Присутствует Блок Включение фары Дальний, ближний Электростартер Кнопка двигателя Стоп Правая сторона разгружена Здесь ничего нету Стандартные рычаги Тормоза И сцепление Сцепление Классически Жестковато На 172 моторах И короткоходная Ручка газа 28-й Алюминиевый руль Классика Для таких мотоциклов Рама Полудуплексная Сочетает в себе Как трубы Квадратного сечения И овальные трубы Двигатель 172 FMM 3A Классический Имеет и щуп И смотровое окно Карбюратор 28-й Ниби Здесь, кстати, Сделан кикстартер Так, чтобы он сам Обходил Не нужно откидывать Лапку Выглядит, конечно, Не совсем Но эффективно Работает Лапка тормоза Стальная По ней промахнуться Практически невозможно Она очень хорошо Торчит в сторону Но при этом Есть и минус То есть сюда может попасть Какая-то ветка И, соответственно, Отломить ее Присутствует Пластиковая защита Картера Она только Защищает двигатель Не защищает Прогрессию О прогрессии Прогрессия здесь На длинных линках Соответственно, На игольчатых подшипниках На 480-м Амортизаторе, Как я уже говорил Стальной маятник В отличие от Компактных Эндуро Здесь уже колеса Стоят на толстых осях То есть здесь 22-я полая ось 220-й Тормозной диск Однопоршневой суппорт Неармированный Задний тормозной шланг 520-я цепь И 43-х зубовая Звезда Ведомая Стальная Ясно-понятно Здесь присутствует Складная Алюминиевая Лапка переключения Передач Фильтр Блок защищен Снимается С помощью Отвертки Выкручиваем Два самореза Снимаем его вбок Все классически Стоит этот мотоцикл 195 тысяч рублей И этот мотоцикл Уже с небольшим Намеком на спорт Потому что Участвую в гонках В прошлом году Я чувствовал себя На нем Достаточно уверенно Но при этом Да Требовалась настройка Подвески Настройка Передачного отношения Да Поработал с колесами Потому что После первой же гонки Спицы расшатались Ну и На многих мотоциклах Спицы подтягиваются Обязательно Во время обкатки Всегда следите за натяжкой Спицы Потому что Именно в этот момент Металл принимает Свою основную форму По посадке Как я говорил Он высокий Но при этом Так же как и Компактная эндуро При росте 175 сантиметров Можно уже Уверенно им управлять То есть Мне с моим ростом Здесь очень комфортно При этом Хода подвески Заметно длиннее Чем на компактных эндуро Это логично Потому что И вилки И задний амортизатор Немножко другие Вот Да Он тяжелее И соответственно По динамике При неправильно Подобранном передачном числе На звездах Он будет уступать Компактным эндуро На 172 моторе Так как Этот мотоцикл тяжелее А мощность Та же самая Но при этом Учитывая Подвеску И Саму геометрию мотоцикла Скорость будет одинаковая Так как Он будет Меньше тормозить На сильных неровностях В остальном Классическая посадка Все кайфово Для кого Этот мотоцикл? Для тех ребят Которые хотят Активно тренироваться И быстро ездить Но при этом Не хотят Не сильно потратить Деньги на мотоцикл И учитывая Что мы Включили его В топ 10 До 200 тысяч рублей Этот мотоцикл Стоит недорого И Я думаю Что он тебя порадует Если ты выберешь его Ну и напоследок Еще одна модель Мотоцикла С ПТС От классического ГР2 Он получил Удачную ходовую Но при этом Есть некоторые изменения О которых стоит сказать Во-первых Так как он ПТСный На нем появились Все атрибуты мотоцикла Для дорог общего пользования Это зеркала Пульты приборов Панель приборов Поворотники Вот И даже Подножки пассажира Хотя на прошлой версии На внедорожной версии Они тоже были Новый двигатель С балансирным валом 172 PR Тоже новинка И конечно же Новый наконец-то Гармоничный дизайн Насколько вы помните Раньше дизайн мотоциклов ГР2 Optimum Был такой Тине-белый Красный Вроде бы И с желтыми ручками Сейчас Все подвержено Единому стилю Причем Единый стиль Настолько приятный И консервативный Что он не выглядит Как Как цирк Как афиша У него строго Два цвета И они Очень гармонируют Друг друг с другом Красный и белый Это зачет Дизайн Просто класс В остальном Передняя вилка С регулировками 880 Достаточно хорошая И Она очень мягкая То есть на ней Можно ехать Комфортно Как по плохой дороге Так и по Асфальту Она не раскачивается В отличие от Например Тех же вилок ККЕ Которые Имеют 940 940 мм Длины И там 270 мм Хода Да, они раскачиваются Здесь Эта вилка В угоду Наверное Универсальность Мотоцикла Поставлена такая Она хоть и мягкая Но не раскачивается Огромный Огромный Передний Тормозной диск На 260 мм Атрибут Дорожного Мотоцикла Тоже Двухпоршневой Супор Алюминиевое Колесо Тоже присутствует Буксатор Резина Янг Тинг Все по классике И так же Толстые полые оси Как спереди Так и сзади По заднему колесу Тоже все классически 18 размер Резина Янг Тинг 110 90 18 Стандартный Двухсотый Диск Заднего тормоза Однопоршневой Супор 520 Цепь Звездочка И присутствует Защита Так как мы можем Ехать с пассажиром На всякий случай Чтобы он не засунул Сюда ногу Вот В остальном Все классика Кстати да Так же Осталась еще Вот такая Фишечка Коробочка Для инструмента Сзади Так же Поворотники Интересно Мигают И Габаритные огни Со стоп-сигналом Рамка для номера Все по классике Для ПТСного мотоцикла Этот мотоцикл Будет удобен Тоже так же Как для города Так и для Вне дорог Стоимость этого мотоцикла 190 тысяч рублей Что очень приятная Цена для Подобных мотоциклов Причем Насколько я помню Эта цена не менялась Еще много лет То есть Как он стоил Несколько лет назад Так он и стоит Одинаково сейчас Вот это Стабильность Здесь так же Установлен карбюратор Ниви ПЕ30 Выхлоп из нержавеющей Стали Имеется Пауэрбам Хорошая Фишечка Теперь по посадке Сидеть на нем Жестко Седло Жесткое Узкое Подвеска Не мягкое Значит Эта конфигурация Настроена Больше для Городской езды Потому что Прямо заметно Что он жестче А соответственно Он будет меньше Раскачиваться На асфальте При торможениях И при резких разгонах Все сделано В угоду Именно городского движения Соответственно На больших скоростях Где нибудь в поле Где количество Неровности Огромная Тебе будет некомфортно Потому что Жесткое седло С такой подвеской Ну будут Как минимум Трясти Высота по седлу Позволяет Мне с ростом 184 Стоять на обеих ногах Соответственно Минимальный рост При котором На этом мотоцикле Можно кататься Это 175 И выше При этом Мотоцикл Достаточно легкий По паспорту Это 120 кг Для мотоцикла Катается в городе Это очень хороший вес То есть Именно Маневрировать В узких Пробках Или же Во дворах И парковаться Там на этом мотоцикле Будет удобно Хотя слово Парковка для эндуро Мотоцикла Это вообще не проблема Кому можно посоветовать Этот мотоцикл Наверное Тем Кто Во-первых Уже знает Бренд ГР Соответственно Отдает ему предпочтение И при этом Экономит свои деньги И еще плюсом Бонусом Он получает Мотоцикл С ПТС На котором можно кататься Поставить его на учет И кататься Где угодно Вот Советовать его для спортсменов Или для тех Кто тренируется Как-то активно Не стоит Купив этот мотоцикл Такие ребята Должны перенастроить Его под свою Свою манеру езды Вот Ну и наверное Как я говорил По универсальности Этот мотоцикл Достаточно хорош Ну что Сегодня мы пробежались По небольшому Количеству мотоциклов Из этого сегмента На самом деле На самом деле Этих мотоциклов Куда больше Не ушли Мотоциклы Модели Прогаси Это Супер Макс 250 И Ибицу Это Урегу Мото Это Атлет И Спорт 003 Там Да и много У кого еще Такие мотоциклы Присутствуют Вот Поэтому Этот сегмент Очень широкий И самый массовый Поэтому И создаются Мотоциклы С виду Одинаковые Но каждый Для своей Определенной цели И Эти мотоциклы Удовлетворяют Потребности Большинства Наших клиентов Если тебе Интересен Обзор Конкретный На какую-то Определенную Модель Пиши В комментариях Я их Обязательно Прочитаю И так же Сделаю По возможности Обзор На эту Технику Вот Если ты Захотел Купить Или Расспросить Поподробнее О каком-то Мотоцикле Звание По этим Номерам Наши Менеджеры Тебе Помогут Оформят Его И Отправят Либо Ты его Заберешь Салоне Либо Тебя Отправят Транспортной Компании А мотоцикл GMC Например Отправить Совершенно Бесплатно Внимание До Пункта Выдачи Транспортной Компании Не домой Прямо Да Эти мотоциклы Обладают Определенными Свойствами И некоторые Свойства Не способны Удовлетворить Запросы Особо Требовательных Ребят Потому что Да Это бюджетное Если тебе нужен Еще круче Мотоцикл То купи денег И стань богаче Вот и все И приходи за топовым Мотоциклам Которые стоят дороже